Книга открытым оком. Тема «Будущее мира. Страшный суд». Вопрос 2180. Восьмой том. Вы говорите, что в Писании нет того, чтобы как-то вывести из ада наших родственников. Но церковь молится мученику Уару, который имеет от Бога такое дерзновение, и по его молитвам наши родные могут получить перемену состояния за гробом и быть в раю. Так же и Паисию Великому молятся. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Нельзя сказать, что совсем уж на пустом месте это заблуждение относительно Паисия Великого и Уара. В житиях есть сон почитательницы Уара Клеопатры. И на его основе все остальное произросло. Но за гробом участь неверующих никто и никогда не изменит. 2 Коринфянам 5 глава 10 стих. Ибо всем нам должно явиться перед судилища Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Екклезиаст 11.3. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь, и если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Иоанна 3.36. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Жития святых. Уар. 19 октября. Одна благочестивая вдова по имени Клеопатра, родом из Палестины, муж которой был военачальником в Египте и которая имела сына, еще малого отрока по имени Иоанн, со скорбью смотрела издалека на страдания Иоауара. Когда тело святого было брошено вне города, она ночью взяла с собой несколько рабов своих и тайно унесла многострадальное тело святого Уаара. Принесши его в дом свой, она выкопала могилу для него в своей спальне, пред постелью своею, и там положила его. На следующее утро наместник вывел из темницы прочих страдальцев и, долго мучив их, усек мечом и бросил за городом непогребенными. Тела их же, также ночью некоторые тайные исповедники Христовой веры, предали погребению. Клеопатра же все время выжигал над гробом святого Уаара свечи и совершал окождение, почитая его своим великим заступником и ходатаем перед Богом. Когда прошло несколько лет и учение утихло, Клеопатра пожелала воротиться в свое отечество и долго размышляла о том, как бы ей унести с собой мощи святого Уаара. И, наконец, приготовив ценный подарок, она обратилась к наместнику через одного ходатая с такой просьбой. Муж мой был военачальником и умер здесь на царской службе. Окончательному погребению он еще не предан, ибо в чужой стране нельзя его похоронить так, как прилично хоронить важного военачальника. Я же, оставшись вдовою в чужой стране, хочу возвратиться в свое отечество к своим родным. «Посему позволь мне, господин мой, взять с собой останки любимого мужа моего и придать их с почетом погребению в моем отечестве, в гробнице моих предков, ибо я не хочу и по смерти с ним разлучаться». Так поступила эта женщина, ввиду того, что христиане, узнав, что она выносит из их города мощи святого мученика, могли бы воспрепятствовать ей в том и отнять у нее все драгоценные сокровища. Наместник же, приняв подарок, разрешил ей увезти тело мужа ее, и она, взяв вместо него мощи святого Уара, принесла их, как некую драгоценность из Египта в Палестину, и в своем селении положила со своими предками. Всякий день она ходила на гробницу святого, совершала там кождение и ставила свечи, а по ее примеру и другие христиане, жившие там, начали с нею приходить ко гробнице святого и приносить туда своих недужных, которые по молитвам святого Уара получали при гробе его исцеления. И распространилась слава о святом Уаре по всем окрестным местам, и все с верою притекали к гробнице его. По окончании святой службы, Клеопатра устроила богатое угощение для всех собравшихся, и сама вместе с сыном служила своим гостям. В это время сын ее, служа гостям, внезапно заболел и пошел лечь на Одер свой. Когда все гости встали из обеда, Клеопатра стала звать своего сына, чтобы он вкусил из остатков трапезы, но Иоанн не мог сказать ни слова с сжигаемым огнем горячки. Увидев, что сын ее заболел, мать сказала, «Клянусь Господом, что я не вложу куска хлеба в уста свои, доколе не увижу, чем кончится болезнь моего сына». Она села около него, охлаждая, чем возможно, сожигавший его жар болезни и скорбя о своем единственном сыне. В полночь отрок умер, оставив свою мать в безудешном горе, в изутешном горе. С плачем устремилась она тогда в храм святого Иоара и припала к его гробнице и выпияла. Так ты отплатил мне, угодник Божий, за то, что я столько потрудилась для тебя. Такую ты помощь ты оказал мне, тогда как я для тебя презрела своего мужа и возлагала на тебя всю свою надежду. Ты допустил умереть моему единственному сыну, повугубил мою надежду, отнял у меня свет очей моих. Кто теперь пропитает меня в старости? Кто закроет мне очи по смерти? Кто погребет мое тело? Лучше бы мне умереть самой, чем видеть мертвым моего сына, как цветок, увядший прежде времени. Отдай же мне моего сына, как некогда Елисей Самонетянки, 4 царств 4, или же и меня-то тотчас возьми отсюда, ибо мне от горькой моей печали жизнь стала в тягость. Пребывая с плачем у гроба святого, она краткое время от крайней усталости и великой скорби погрузилась в сон. В сновидении перед ней явился святой Уар, держа за руку ее сына. Оба они были светлы, как солнце, и одежды их были белее, чем снег. На них были золотые пояса и венцы, на головах красоты несказанной. Увидев их, блаженная Клеопатра бросилась к ногам их, но святой Уар поднял ее, говоря, «О, женщина, что ты жалуешься на меня? Уже ли я забыл твои заслуги, которые ты мне оказала в Египте во время путешествия? Или ты думаешь, что я не чувствовал ничего, когда ты взяла мое тело из груда трупов скота и положила меня в своей комнате? Разве я не внимаю всегда твоим молитвам и не молюсь за тебя Богу? И прежде всего я умолил Бога о сродниках твоих, с которыми ты положила меня в гробницы, чтобы им были отпущены грехи их. Потом я взял на служение небесному царю твоего сына. Не ты ли сама просила меня здесь, чтобы я испросил для тебя у Бога то, что ему угодно и полезно тебе и твоему сыну? Итак, я просил всего благого Бога, и он соблаговолил по неизреченной своей благости на то, чтобы твой сын был принят в небес на его воинство. И вот сын твой, как ты видишь, теперь стал одним из предстоящих престолу Божию. Если же будешь, если же хочешь, возьми его обратно и пошли его на службу к царю земному и временному. Вижу, что ты не хочешь, чтобы он служил царю небесному и вечному. Отрак же, сидевший в руках Уара, обнял его и сказал, «Нет, господин мой, не слушай матери моей, не отдавай меня в мир, полный неправды и всякого беззакония. Откуда я спасся, благодаря твоему заступничеству, не лишай меня, отче, общение с тобой и со святыми».